Ребята, всем привет! Вы на канале Зелдан, с вами Игорь. Сегодня мы будем готовить бюджетный сырный суп. Нам потребуется 3 луковицы, 6 картофелин, красный перец для любителей острого, соль и 4 ломтика плавленого сыра. Для начала нам нужно сделать зажарку из лука, поэтому нарежем его полуквостями. Наливаем масло в кастрюлю, чтобы прямо внутри кастрюли сделать зажарку. Ребята, я не хочу заморачивать на сковородке отдельно. Все равно, как бы, главное просто, чтобы не пригорел лук, и все будет прекрасно. Немножко подождем, когда масло нагреется, и начнем забрасывать лук. Так, все, берем лук и забрасываем в кастрюлю, сделать зажарку. Постоянно помешиваем, чтобы лук не пригорел. Нам нужно добиться, чтобы он стал мягким. Ставим на тихий огонь и нарезаем картошку. Мы залили зажарку водичкой и дождались, пока она закипит, чтобы начать варить картофель. Забрасываем картофель. Теперь ждем, пока он сварится. Можно закрыть крышу. Так, картофель уже готов. И прошло время натирать сыр на терке плавленой. Прямо вот так берем и натираем. Почему не стоит нарезать, потому что, ну блин, я уже несколько раз готовлю этот суп, и поэтому я замечаю, что когда я нарезаю их кубиками, они очень долго отплавятся. А тут они, как лапша такая своеобразная, уже натираются и быстрее плавятся вон так. Сыр какой-то пластичный, смотрите, как пластилин. Это очень странно. Смотрите в комментариях, что это значит. Я не знаю, может это качество такое, что он такой прям, как ластерин. Так, все, мы натерли весь сыр. Не забываем, что в терке еще остается. И теперь давайте посмотрим на картину, которая у нас получается. Что мы имеем? Картошка уже сварилась почти, тут самое малое состав. И мы просто ждем, когда сыр начнет плавиться и окончательно расплавиться. Вот видите, он уже плавится, да. Теперь мы оставим буквально на 5-10 минут, чтобы он потомился, насытился. Стал таким прям наваристым, насыщенным. И можно начать солить. Только главное не пересолить, ребят, потому что лучше не досолить, чем испортить весь суп. Все, ребят, суп готов. Сейчас я его разолю по тарелкам. И оператор Женя его продегустирует. Мы видим картошечку. Готовь и красный цвет, беленький. Я вообще обидеть на уровне. И так Женя пробует. Если соли не хватает, говори, потому что я солил так. Чтобы каждый подсалил себе как хочет, под предпочтением. Картошка готова? А сам вот жиденькая часть. Ну да, с пылу, с жару, как говорится. Да. Удалось? Да, вкусно. Супер, замечательно. Теперь пошла моя. Вот теперь попробовать суп. Ну, видите, мне легко. Ну, согревает прям так вообще. Очень хорошо подогреть. в принципе как бюджетный вариант вообще меньше 150 рублей округлять по-крупному даже 100 рублей там до цены в разных городах разные поэтому это если хотите то попробуйте делать сами мне кажется это очень плохой вариант покушать на одного человека там этот суп на дня три-четыре вполне себе я еще как истинный фанат острова скорее всего добавлю красного перца чтобы прям остроту чувствовать потому что ну да а так по соли по все никаких претензий если вам понравилось данное видео ставьте лайк подписывайтесь на канал спасибо за просмотр ребят всем пока